Маленькая Обнинская станция, как первопроходец, открыла широкую столбовую дорогу большой атомной энергетики. Игорь Васильевич Курчатов. Ни из окна поезда, ни тем более из автомобиля увидеть Обнинск невозможно. Лес и лес. Вот только более чем трехсотметровые мачты, взметнувшиеся над деревьями, да труба, из которой никогда не идет дым, заставляют на мгновение задуматься. А что же там все-таки? А там город, в котором парк незаметно переходит в производственную территорию, а жилые кварталы напоминают скорее санаторно-курортные комплексы. Это и есть Обнинск, первый послевоенный научный городок, выросший на Калужской земле, почти на границе с Московской областью, и давший имя первой в мире атомной электростанции. 17 часов 45 минут. Вышли на турбину. Эту запись оператор сделал в вахтенном журнале Обнинской атомной станции 27 июня 1954 года. Стрелки приборов в этом зале, а они действуют и поныне, возвестили начало новой эры в энергетике. Решение проблемы получения электричества путем расщепления атомного горючего имело не только огромное научное, техническое и экономическое значение. Оно явилось прямым выражением гуманных идей, лежащих в основе политики советского государства. Комментируя 30 лет назад Обнинскую сенсацию, итальянская газета Унита писала, На деле, а не на словах, СССР доказал гуманную сущность своего строя, обратив энергию атома на мирные цели. Пуск атомной электростанции в Советском Союзе – это победа науки, стоящей на службе человеку, работающей для народа и у народа берущей свою силу. Весь мир высоко оценил тот факт, что уже через год после пуска атомной станции советская делегация сделала на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве Сообщение о первых итогах работы станции и передала в распоряжении специалистов разных стран данные о ее конструкции. Первые годы ее работы, те, кто создавал ее, проектировал и эксплуатировал, уже начали щедро делиться своим, правда, небогатым еще тогда опытом со всеми тем, с теми, кто желал продолжить путь начатый в нашей стране. По мирному использованию атомной энергии. Двери атомной станции были широко открыты уже с 1955 года, для всех желающих ее посмотреть. И вот за эти годы ее посетили и специалисты, и государственные деятели, люди разных профессий и рангов, более чем из 70 стран мира. Можно сказать, что сегодня сотрудничество наше со странами СЭФ находится на уже ином, более высоком уровне по сравнению с тем, что было, когда все это начиналось. Мы сегодня не только учим наших коллег из социалистических стран, мы ведем многие сложные совместные работы. Игрушка физиков, как называли скептику Обнинскую АЭС 30 лет назад, и сегодня на переднем крае науки и техники. И не только потому, что здесь сконцентрировано столько плодотворных идей, что и по сей день они не утратили своего значения. На первом энергетическом реакторе планеты отрабатывались схемы практически всех действующих в Советском Союзе и в социалистических странах реакторов. Под этой многотонной стальной плитой и сегодня идет проверка новых инженерных идей расчетов. Все институты Обнинского научного центра, а их здесь больше десяти, так или иначе связаны с решением три единой задачи атомной энергетики. Экономичность, надежность, безопасность. Прежде чем встать на вахту на промышленном реакторе, все системы радиационной защиты так или иначе обкатывались на узлах и конструкциях Обнинской атомной. За 30 лет в Советском Союзе не было ни одного случая нарушения нормальной работы электростанций, который бы вызвал радиационное загрязнение воды, земли или атмосферы. Отрицательно сказался бы на здоровье обслуживающего персонала. Электроэнергии станция давно уже не вырабатывает. Да и что значит ее 5000 киловатт для такой энергетически мощной державы, как Советский Союз? А вот теплом 90-тысячный Обнинск и все его научно-исследовательские учреждения она снабжает исправно. Это новая в мировой энергетике идея атомное теплоснабжение городов. Две первые специальные станции уже заложены под Горьким и Воронежем. Каждая из них сможет обеспечить теплом город с населением около 400 тысяч человек. Вот такие общечеловеческие проблемы решает скромная электростанция, приютившаяся на берегу живописной русской речки Братуи. Субтитры создавал DimaTorzok